Спасибо большое за донат богине Льюиф Шлиц. Тут, если можно, музон разбери. В припеве куча инструментов, как нетривиальные партии укладываются вместе. Сейчас попробуем разобраться. По туманам берегу, меркнет, чуть слышно заря, и вокруг тишина. Пока что какая-то поганая басанова идёт. Извиняюсь, что ем, но я голодный. Все ушли за моря, итальянских ребят, песен не слышно вокруг, и тебя со мной нет. Я на другом берегу, издыхающих крик, льётся неслышимый крик. Но о чём не скажу, вяжет немой мой язык. Комэсэй пэлласта сэра мариунь. Ммм. 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 Сейчас, дайте, ладно, прожую и отвечу, а то это жесть будет сейчас. На самом деле здесь по ощущениям очень много всего, но это ощущение, например, возникает из-за того, что некоторые инструменты играют, допустим, вот какой-то там, я забыл, народная какая-нибудь лютня, не лютня, как это называется, мандолина, скорее всего. Она слышна только в левом ухе, и она очень быстро вот так вот, как бы, переменным телефонит там что-то, да? Плюс эффект массовости такой, массивности, создаётся бэк-вокалами. То есть идёт основной вокал, и к нему ещё то ли две, то ли три гармонии. Сейчас, смотри. Здесь он идёт, просто себе идёт. Просто от такой мода, как по центру. Один единственный голос. И тут тебе один поёт. Другой чуть тише. Ещё какой-то ещё там есть. Ещё может быть какой-то ещё там. Типа. И они тут. И все вместе они. То есть как аккорд просто звучат, и очень массивно получается. Опять же, один чуть левее, один чуть правее. Это создаёт эффект, что, типа, не всё вот так плоско, как бы, посередине, а что много всего. Плюс. Какая-то типа арфа, да? Плюс мандолинка. Какие-то струнные. Здесь не так много всего. Здесь бас, барабаны, струнные мандолина, многоголосие. Ну и, может быть, что-то такое, что они на переднем плане даже. Просто больше я толком ничего не слышу. И бас просто, он идёт не в те же ноты, но в подходящие к этой мелодии ноты. То есть всё в гармонию. И сочетается оно, ну, просто по логике, что если ты... Если все в нужный момент играют, как бы, нужную ноту, то прозвучит, как ни странно, нужная гармония, нужный аккорд, и всё будет красиво. Можно хоть, не знаю, как оркестр, там, пятьсот инструментов, блин, я не знаю, все звучат вместе. Ну, потому что все играют просто нужное в нужный момент. Смотри, у него мелодия. Что-то такое-то. Сейчас бас послушаем. Типа... То есть что-то примерно такое. У него... Оно просто ложится одно на другое. Вот и всё. Что-то уронил. То есть, короче говоря, здесь, по сути-то, нет какой-то огромной кучи инструментов. Здесь просто всё, ну, хорошо достаточно записано, сведено, и вот эти многоголосия, они настолько плотно звучат. Это называется плотно. То есть заполняя всё такое, как бы, пространство звуковое у тебя там в голове где-то, не знаю, по ощущениям из-за стерео. То есть это такое, как бывает обман зрения, можно сказать, что это своего рода обман слуха. То есть что можно просто эффектами достичь ощущения маленького пространства, большого пространства, большого количества людей, инструментов, чего угодно. То есть, например, есть же вот ревербератор, ревербератор, и типа, вот если я вот так его сделаю, вот так, даже не знаю, потише, эй, 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 и вот такой короткий, да, то ощущение, будто я сижу где-то один там в ванной, в сортире, не знаю, ещё что-то, и просто у меня вот, даже вот так вот ещё, чтобы низы гудели чуть-чуть. Вот сижу просто один такой, не знаю, вот так, если их убираю, то ощущение, что вот без низов, что эта комната такая какая-нибудь, не знаю, другая уже. Если я делаю хвост ревербератора длиннее, вот такой, вот такой, и с низами обязательно, то вот я уже где-то в огромном просто, в пещере там, не знаю, или в Карнеги Холм просто стою, такой, здравствуйте, зрители, зрители, как вам мой стрим? Если я при этом уберу при дилей, то будет вообще отлично, потому что не сразу, типа, ну, короче, другой эффект, потому что отражение происходит без задержки. Можно так делать. То есть чисто какими-то даже эффектами, аудиальными, да, можно вызывать ощущение. Здесь кажется, что много всего, потому что что-то в левом ухе, что-то только в правом, и так далее. Шейкер какой-то был. Флейта пошла. Сделано хорошо. Ну, весьма классно, не стыдно. Но по музыке, по самой форме, это прям, вот, ну, я говорю поганая, то есть имеется в виду самая прям такая примитивная. Я не уверен точно, что это за жанр, мне кажется, что это какая-то басанова. Нет, это какой-то говнорэп. Ну, вот-вот-вот-вот. Вот оно, прям. Самая прям банальная, вот. То есть что-то туда в духе, что-то куда-то наподобие. Ну, достаточно грамотно при этом сделано, конечно. Я на мокром песке И я твое напишу Ну, как бы на второй день про слух труд? А че труд? Что там тереть-то? Сейчас пианино онлайн открою и все просто покажу. Смотри. Не, погромче бы как-то сделайте. Вот вам и весь абсолютный слух. Че там тереть? Просто свойство памяти. Спорят про мой абсолютный у меня или нет. Ну, вот пусть стрим посмотрят. Больше не спорят. Пусть википедию почитают просто, что такое абсолютный слух, какой он бывает. И все. Просто очень часто люди не разбираются в терминологии. То есть они думают, что, например, одни думают, что абсолютный слух это значит, что ты слышишь все, даже самые тихие звуки. Но это вообще никак не связано. Другие думают, что абсолютный слух это значит, что тебе невыносимо неприятно слышать фальшь. Но опять же, это тоже никак не связано. Чем на самом деле является абсолютный слух? Просто способностью, ну, свойством памяти, которое позволяет тебе запомнить звук вместе с его высотой. Грубо говоря, способность распознать частоту колебаний звуковой волны. Распознать, это не значит, что если ты распознал не то, что ты хотел бы, то ты страдаешь. То есть тебе неприятно слышать фальшь. Полно абсолютников, которые и сами фальшивят, и фальш не вызывает у них раздражения. И так далее. Если человек нот не знает, есть ли способ проверить его слух? Я думаю, какие-нибудь приложения, какие-то наверняка есть, там, мобильные, сейчас все уже есть. Но, ну, как бы, есть люди, я знаю нескольких людей, у которых явно, судя по всему, слух абсолютный, но они не знают нот. Не знаю, собственно, как бы, что им в итоге это дает. Ну, не знаю. Блин, это весь Китай, например. То есть у кого тональный язык, они могут запомнить, запоминать как бы четко все. Или сравнивать. То есть, ну, допустим, не то, что способы, но, например, если ты включил какую-то песню, и там с самого начала у Глеба абсолютно нет, конечно, нет. Глеб и нот не знают тоже, но я, ну, типа, не знаю, может быть, но я очень удивлюсь, если да. То есть, скорее всего, нет. Например, вот абсолютный слух. Допустим, ты включил какую-нибудь песню. И вот услышал И тут ты вспомнил, что точно такая же нота была, допустим, в какой-то еще другой песне. И ты проверяешь, и ты такой прям уверен, что это одна и та же нота. Ну, может быть, это уже значит, что, скорее всего, у тебя либо музыкальный слух хороший, либо вообще абсолютно. Если ты нот не знаешь, но помнишь. При этом где... Я не помню точно, например, не могу еще сходу вспомнить, какая песня начинается с этой же ноты. И, кстати, я не до конца уверен, что это, скорее всего, это... Соль диез, что-то какое-то. Ну, просто, блин, в Бау можно логически догадаться, у них дроп-ц всегда. То есть, скорее всего, это... Нет, кстати, или все-таки... Плюс абсолютный слух это не очень даже нужная тема в музыке. То есть, бывает, что у тебя есть слух, но если ты при этом играть не умеешь, то толку нет. Или если ты... Короче, если ты при этом плохо запоминаешь или плохо слышишь интервалы, то есть, важнее слышать именно даже интервальную разницу. То есть, например, то есть, чувак может не распознать точно эти ноты, но услышать, что это... там, богами они подряд идут. И если ты это слышишь, этого уже достаточно. То есть, например, Зелков наговорил, что у него очень хорошо развит именно вот этот слух относительный. То есть, он слышит интервальную разницу. И это... В целом, это даже важнее. Абсолютно слух, ну так, чуть-чуть прикольно, чуть-чуть помогает. Просто можно друзей удивить, и все. Ну, нет, я все равно буду честно говорить. То есть, ты меня так не забайтишь. Сыграла первую ноту коллизи на укулеле. Не понял. То есть, ты дернула какую-то струну и поняла, что с такой же нотой начинается коллизия, или что-то я не понял, что ты сделала. Ну, скорее всего, да. Тебе надо просто выучить ноты. По сути, если у тебя само свойство памяти это есть, то есть, если у тебя есть к этому способность, то чтобы в полной мере пользоваться уже абсолютным слухом и применять его, тебе нужно запомнить двенадцать нот. Семь белых клавиш и пять черных. Просто запомнить, что, например, можешь, кстати, по музыке запомнить. Коллизия начинается с ми и ми бемоль там идет. То есть, то есть, вот как бы это ми, ми бемоль, ми, си, ре, до, ля. То есть, все, если ты запоминаешь эту вот всю штуку, запоминаешь, как звучит ля, просто слышишь ее и такой, это ля. И все. Запоминаешь, как звучит, например, Рамштайн Духаст. Ты помнишь, что там, ту-ту-ту-ту-ту. То есть, типа, что-то такое. Да? Там интервал, кстати, по-моему, типа, ми-соль. Да? Ну, то есть, по сути, вот эта вот штука, которая дергаешься, она на соль играет. То есть, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все. То есть, если ты слышишь эту ноту в другой песне, например, типа, ну, например, в МВИПД ХВНП. Просто аббревиатура на аббревиатуре. Ты слышишь, что песня начинается просто, по сути, с той же самой ноты или как минимум аккорд строится на ней. То есть, просто, что вот она. И все. У тебя уже в голове как бы ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-соль-со-ля-ми. Все. Ты слышишь ноты прям сразу с их названиями. То есть, примерно так это работает.